Статья на этой неделе в Банжи о 26 октября внезапно занесла очень много новостей. Давайте поговорим о самом интересном. Привет, Страж! Рад видеть тебя на канале Трипл Вайп. Меня зовут Джонни Леяни, и сегодня я познакомлю тебя с самыми важными новостями, которыми поделились с нами разработчики в новой части своего еженедельного блога. С нами уже делились описанием обновления 2.0.5, в него вошел целый ряд нововведений и исправлений багов, как мелких, так и важных и долгожданных. Оружейнику Банжи 44 можно будет отдать до 25 оружейных материалов, а для обмена материалов у паука больше не надо зажимать кнопку и так далее, вот такие мелочи. Но куда более интересными стали изменения по экзотическому луту. Интересно! Теперь при получении экзотического предмета игра проанализирует уже имеющиеся у вас экзоты и сравнит их с экзотиками, которые отсутствуют в вашем инвентаре. Соответственно, экзотические предметы, которые вы еще не получили, будут оцениваться гораздо выше, чем экзотики-дубликаты, и в случае повторки вам с большей вероятностью выпадет элемент брони, а не оружие, поскольку они обладают случайными перками. А вот экзотические пушки из квестов больше не будут содержаться в экзотических энграмах. Пиковый туз в энграмке больше не попадется. Так что скоро, наконец, и тебе выпадет экзот, который ты ждешь. А то комментариев про экзотики я вижу в группе так много, что мне как-то уже даже неудобно делать обзоры на выпавшие мне экзоты. На днях вот волнолом еще выпал, но стримерам подкручивают, как всегда, знаете ведь. Не менее радующим событием станет изменение системы ядер Абсолют. Теперь они будут переименованы в улучшающие ядра, а количество источников, откуда их можно получить, будет увеличено. Важные изменения, потому что покупать по одному ядру у паука или считать каждый камешек уже, честно говоря, надоело. А шмотки-то да абсолютно поднять хочется. Два экзота, ради которых мы выполняли пару-тройку недель назад, нифиговые такие квесты, наконец бафнут. Речь идет о Луке-губитель желаний и Револьвере-злоумышленник. Луку будет увеличен урон, а также пофиксят перк широкий наконечник, из-за которого урон иногда и вовсе снижался. Револьверу-скитальца-злоумышленник увеличат урон от перка взрывная тень, когда вы крепите 5 снарядов на противника, и общий урон, наносимый одержимым и захватчиком в режиме гамбит, тоже поднимут. И тому и другому бафу я рад, поскольку экзоты крутые, но из-за показателей урона применять их было толком негде. Хорошо, что я не стал пока тогда обзорчик делать на тот же лук. Теперь вот дождемся обновления, сравним и тогда поговорим о том, как с этим луком вообще стало играться. Надеюсь, ожидания оправдаются. Кстати, о злоумышленнике. Знаю, что до сих пор для многих остается проблемой то, что заветная Химера-первобытник, с которой, собственно, и начинается квест, на Револьвер никак не появляется у некоторых игроков. На следующей неделе Банжи меняют частоту ее появления. Теперь она, по идее, должна будет встречаться чаще. Так что это хорошая возможность. Не знаю, насколько чаще, но тут любая цифра на счету. Известны случаи, когда игроки набивали по 10 тысяч ранга гамбита, а им так ни разу и не встречалось фрикаделина. На той же неделе игрокам впервые выпадет возможность заработать больше ранга бесчестия. Не важно, стремитесь вы получить титул Дрэджан или просто хотите обнулить ранги бесчестия для эмблемки. Самое время отправиться в гамбит на фарм. И так будет буст Х2 и Х3. Двойное бесчестие начнется 30 октября и закончится 2 ноября. С его окончанием начнется тройное бесчестие, которое закончится 6 ноября в 9 часов по московскому времени. Так что всем удачи, ищите фрикаделю. Помните квест на «Пригласи друга» из первой части? Ну это когда вы зовете своего приятеля поиграть в «Дустан», а он спустя год проклинает вас, что теперь у него нет личной жизни и свободного времени. Ну так вот, аналогичный квест будет добавлен и в «Дестине 2». Опытные игроки смогут пригласить новичков поиграть в «Отвергнутых» с помощью специальной ссылки на «Банжи.нет». Вместе пройти специальный квест и получить специальные плюхи. Задача ветеранов – ввести новичков в мир игры, показать им активности и обучить. А за каждый этап оба игрока будут получать эксклюзивные награды – корабль, эмблему, спейро, орнамент и так далее. Кто там собирался брать «Дестине»? Пишите в комментариях свой никнейм, поможем найти напарников. Чем больше друзей вы пригласите, тем больше наград получите. А игроки, пригласившие нескольких друзей, получат дополнительные призы. Все как в финансовых пирамидах, короче. Когда все это великолепие начнется? Обновление 2.0.5 выйдет во вторник, 30 октября. Так что есть чего ожидать. Множественные фиксы, исправления, работа над балансом. Лично мне не хватает только цифр в таких статьях. Насколько бафнут урон луку, как изменится перк на злоумышленники. Вот прям в цифрах. Почему-то при ребалансе в первой части эта инфа давалась свободно, а теперь ее только опытным путем узнаешь. Хотя разработчики сообщили, что полное описание обновления будет опубликовано во вторник, 30 октября в 7 часов по Москве. Возможно, в этот раз все и разжуют. Спасибо за просмотр, Страж. Если тебе понравилось видео, ставь свой дреджен лайк, подписывайся на канал и услышимся в следующем ролике. Счастливо!